Начался рабочий визит с осмотра строящейся поликлиники на 450 посещений в Дрожжино. Исполняющий обязанности главы Ленинского района Алексей Спасский и главный врач ВРКБ Бутай-Бутаев рассказали министру здравоохранения Московской области Светлане Стригунковой, что открытие поликлиники ожидается уже весной. Достаточно много профилей охвачено в этой поликлинике, такие как терапия, педиатрия, лор, травматолог, хирургия, офтальмология, также дневной стационар. Стоит отметить, что на базе новой поликлиники появится дополнительная станция скорой помощи. Набор персонала уже ведется. Следующий объект – здание третьего хирургического отделения в Расторгуево. С прошлого года здесь ведется капитальный ремонт, который планируется завершить раньше срока. В отделении будут обеспечены комфортные условия для пациентов и врачей. А также здесь появится новое современное оборудование. Следующая остановка – реабилитационный корпус Видновского дома ребенка. Здание уже построено и очень скоро будет сдано в эксплуатацию. Здесь установлены ванны для бесконтактного и гидромассажа, бассейн со специальным подъемником для детей-инвалидов. Все необходимое для ребенка – зайти в ванночку, душик, для того, чтобы кабинет инструктора ФК, который будет непосредственно находиться здесь в воде, кабинет, где медсестры, это дальше там ванны лечебные. Затем делегация посетила Видновскую детскую поликлинику, где осмотрела недавно обустроенную добрую комнату, а также кабинет рентгена и компьютерной томографии, которые откроются в ближайшее время. Затронут изменения и взрослую поликлинику. Уже давно назрела необходимость капитального ремонта здания. Сейчас решается вопрос, где разместятся врачи на время ремонтных работ. А у вас сколько прикреплено процентов от населения района? У нас 66 160 на сегодняшний день. А в районе где-то получается 149 сейчас. Следующая остановка – новый корпус Видновского перинатального центра. Одного из лучших в России. Благодаря специальным методикам и оборудованию здесь выхаживают детей, рожденных раньше срока. Дети рождаются либо в акушерском корпусе, родоразрешаются. Там они находятся какое-то определенное время в той реанимации. Три-четыре недели, пока их отучают от кислорода. Потом они переводятся в реанимацию, которая здесь, на первом этаже. И дальше они поднимаются сюда. Последний пункт объезда – Видновская районная клиническая больница. Светлана Стригункова посетила несколько отделений, пообщалась с пациентами, после чего состояло совещание с руководством округа по итогам рабочей поездки. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.